Современному творцу для воплощения идеи обычного холста уже недостаточно. Художники ищут все более масштабные поверхности для своих картин. Здесь главный герой это вот эти барышни прекрасные, медицинский работник и молодая мама, ее ребенок. То есть это в принципе о том, что при любых трудностях нужно воспитывать детей, смотреть будущее с позитивным, вот как у нее цвет волос, настроением. Алексей художник со стажем. Около 20 лет жизни посвятил творчеству. Сейчас работает в жанре монументальной живописи, который был широко распространен во времена Советского Союза. На какое-то время популярность этого направления пошла на спад. На стенах стали появляться нелегальные граффити, но сейчас монументальная живопись вернулась, причем с широким размахом. Алексей говорит, что идея для его новой работы вспыхнула мгновенно. А вот на сбор образов и нанесения ушло около месяца. Вот эта вот барышня, это собирательный образ. У нее спина одна, ребенок другой, волосы третьи. Ну, из этого вот собрано. Пришлось привлечь волонтеров, чтобы подготовить поверхность. Несколько раз мастер приостанавливал деятельность и даже перерисовывал картину из-за сильных дождей. Осталось совсем немного, и завершенная работа примет участие в областном конкурсе граффити. Мы видим как раз, ну, человек в противогазе, он как раз ограждает женщину с ребенком и врача без масок от, ну, самой пандемии и от фейков, которые с этим связаны. То есть вы видите там фейк-ньюс, фейк-тюб, фейк-сэпо. То есть это все площадки, через которые, значит, максимально распространялись фейки и которым тоже нужно было как-то морально противостоять. Соответственно, вот, наше население стойко выдержало всю эту информационную атаку. Мы видим комплекс Москва-Сити, станцию «Инновационный центр Сколково» и светлое чистое небо. Эту работу, которую Алексей нарисовал вместе с супругой на стене теплоподстанции на Можайском шоссе, площадью 400 квадратных метров, сложно не заметить. Ведь место достаточно людное. Итоги конкурса узнаем в конце июня. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.